Примерно две тысячи лет назад в Средиземноморском бассейне на востоке Средиземного моря складывается очень интересное явление, движение, можно так сказать, религиозное, которое, центром учений которого является понятие гнозиса. Гнозис — это знание, но знание особое, знание, которое освобождает человека из плена материального мира. Освобождение, как говорится в гностических текстах, — это знание о том, где мы были, чем мы стали, куда мы стремимся, куда мы заброшены, что такое рождение, что такое возрождение. Из этого, кстати, комплекта каких-то движений, веручений возникло и христианство в том числе, потому что оно, как и вот эти направления, вырастает из какой-то жгучей потребности к чему-то запредельному, к трансцендентному Богу, который вырвет человека из окружающего страдания. Гностики, кстати, среди ранних христиан было очень много гностиков, но впоследствии, когда христианская церковь окрепла, она повела с гностиками самую настоящую борьбу, и они были подвергнуты, так сказать, изгнанию, астракизму. В течение очень долгого времени наука не знала никаких практически гностических текстов, ну, за исключением одного-двух. И все сведения о гностиках поступали через церковных авторитетов, например, Ириона Линейского или Ипполита Римского. Но в 1945 году в Египте, около деревни Накхамади, была открыта настоящая библиотека из очень древних манускриптов, которые случайно нашел какой-то местный крестьянин. Там было 52 манускрипта на коптском языке 4-го примерно века. Которые с тех пор ученые разбирают, переводят, и они открыли нам массу интересных вещей, касающиеся темы гностицизма. Какого-то единого учения, наверное, у гностиков нет. Это было движение, которое состояло из различных центров, из различных каких-то персоналей, которые друг с другом не очень дружили. Тем не менее, все-таки какие-то общие мотивы там были. Например, это тема отрицательной теологии. То есть наш мир, в котором мы живем, он создан в каком-то смысле по ошибке. Его такой ужасный мир, в котором мы находимся, не мог создать добрый, благой Бог. Он слишком, ну, здесь страданий настолько много, что Бог не мог бы, скажем так, человечество обречь на такие невзгоды. Поэтому это какой-то плохой Бог сделал, или, по крайней мере, темный. Ну, или какой-то Бог, который не знал, что творил. Соответственно, из этого мира необходимо выходить, выходить через гнозис. Гнозис, в свою очередь, привносит в этот мир спаситель. Поэтому здесь фигура спасителя, мессия, очень большое значение имеет. Поэтому гностики, конечно же, интересовались христианством, поскольку они видели в фигуре Христа вот такого спасителя через гнозис. Вот. И само, собственно, освобождение, спасение, оно приводит гностика к тому, что он возвращается на свою духовную родину, из которой он когда-то выпал. Среди многочисленных теорий, так сказать, гностических, пожалуй, наиболее интересная и наиболее влиятельная, это концепция Валентина. Существовала школа Валентина, это такой вот христианский мыслитель, христианско-гностический мыслитель II века Новой Эры. И концепция его состоит примерно в следующем. Он описывает некого праотца, единого Бога, который является в фокусе, так сказать, всех интересов гностиков, но при этом он не познаваем и не досягаемый никем. И у него есть как бы некая мысль, тишина, своеобразная такая его женская ипостась в каком-то смысле. И в эту женскую свою ипостась он вкладывает семена всех последующих духовных, так сказать, сущностей. То есть он плодит какие-то дальнейшие, скажем так, структурные элементы, которые называются эоны. И в совокупности их 30 штук, этих эонов, они образуют то, что он называет плерома, то есть полнота, духовная полнота. Это еще задолго до создания нашего мира. И эти эоны не видят, собственно, Бога, они просто прославляют его, потому что мы не досягаем, он только достоин такого прославления. Но вот один из этих эонов, самый последний, 30-й по счету, София, мудрость, она захотела узнать, что собой представляет Отец, Высший Бог, и рванулась к нему через все эти структуры, перепрыгивая через ряды. Но встретилась с пределом, еще такой перегородкой, которая персонифицирована в разумной сущности, и была отброшена обратно. И поскольку она по пути туда-обратно имела какие-то переживания, какие-то страсти, типа там страха, сомнения, какого-то удивления, ощущения какой-то тоски и печали, то вот эти страсти были изъяты из нее и выброшены наружу, за пределы плером. Ее оставили, она, скажем так, снова приобрела такой вот вид белый, пушистый, как все остальные эоны. А вот с этими страстями, которые были выброшены из полноты, произошла дальнейшая уже история. Там, в свою очередь, она тоже как бы раздваивается, вот эта вот сущность, на духовную сущность, на низшую Софию, Софию Ахамот. И какие-то бесформенные материальные элементы. А София Ахамот страстно мечтает вернуться в этот самый, вот в этот мир духовный запредельный, но ее не пускают, потому что страсти уже слишком сильные, как бы они, с ними необходимо что-то уже более конкретное делать. Поэтому из них оформляются первые элементы материальные. И кроме этого, из них же София Ахамот творит Демиурга, Демиурга будущего нашего мира. Притом, так все это делает, что Демиург свою мать не знает. Он просто, когда появляется на свет, он видит только себя и думает, что он сам собой проявился, что он такой высший господь. Он не знает ни Плерому, ни Софию Ахамот, но он видит перед собой какой-то материал, из которого начинает лепить мир. То есть он лепит наш мир, в том числе, в котором мы живем, многоярусные небеса, создает человека. С человеком происходит тоже интересная история, поскольку Демиург душу как бы вдувает в человека. Тело его, соответственно, из первой стихи состоит, а дух незаметно от Демиурга вдувает в человека София Ахамот, его мать. В результате у человека тройственная структура — дух, душа и тело. При этом у кого-то больше что-то доминирует, у кого-то меньше. В результате люди делятся на три разряда. Пневматики, у кого дух, психики, у кого развита душа, и гелики, у кого развито материальное начало. И те люди, у которых развиты именно духовные составляющие, они хотят, конечно, чувствовать, что им что-то не нравится в этом мире, что в нем что-то не так, что они как бы порабощены в темнице этого мира, своим телом. И для таких людей приходит со временем из сплерома спаситель, который гнозис сообщает вот этим людям. То есть это спасительное знание, которое должно, по идее, вырвать их из плена Демиурга. То есть они как бы идут против воли своего создателя, который на самом деле их не создал, ну точнее создал не до конца, потому что дух он не создал. И рано или поздно, по мнению Валентина, все души людей должны, скажем так, особенно души тех, кто являются пневматиками, должны воссоединиться с полнотой. Когда такой человек умирает, он, естественно, его тело просто распадается на элементы, душой он поднимается вверх по многоярусным небесам, оставляя там свои страсти на каждом небе, на каждой планете он оставляет свои какие-то пороки, если они вообще были. И с чистой душой, которая в то же время является чистым духом, он вступает в эту самую плену. И когда уже в полной мере это будет осуществлено, тогда и сама София Ахамот вступит в Плираму, и там будет предаваться созерцанию высшего Абсолюта. Вот такая более-менее оптимистичная концовка. Различные гностические группы вели себя в практическом отношении по-разному. Они считали, поскольку они считали, что мир плох, поэтому можно с этим миром поступать как угодно. Например, были группы, которые отказывались полностью от продолжения рода. Принципиальный целебат, потому что зачем плодить вообще людей, которые будут подчинены темным силам. Дело еще в том, что помимо демиурга и небесных сфер, в мире также существует космократор. Это, собственно, князь мира сего, темный какой-то демон, который нас всех держит в плену. Помимо всего прочего. То есть еще эта сущность над нами нависает. Поэтому лучше, конечно, не рождаться вообще. А другая версия гностиков, она поступала наоборот. Ах так, значит, если вы устанавливаете такие порядки, а все эти ваши порядки от дьявола, потому что тот бог, который описан в Ветхом Завете, с их точки зрения, наоборот, он дьяволом является. Тогда мы будем просто предаваться всякой распущенности, оргиям и так далее. Потому что это как раз принципиальный такой протест против всех этих правил, всех этих храмов. К этому же направлению гностическому принадлежит, в принципе, и известная такая религия, как манихейство, которое вырастает во многом из эраастризма, включает в себя что-то от христианства, что-то от буддизма. В которой есть очень сильные противопоставления злого и доброго начала, света и тьмы. Свет в результате некоторых печальных событий оказался объят тьмой. Частично он спасся, но все-таки много светлых частиц остались в темной материи, из которой впоследствии образовался материальный мир. В результате вся история человечества представляет собой, по мнению манихеев, вот эту бесконечную борьбу добра и зла. Они обязательно должны выбрать либо одну сторону, либо другую. Уклониться здесь нельзя. И если они не будут следовать светлому началу, тогда они рано или поздно будут на стороне тьмы, на стороне сатаны и, в общем-то, не попадут в истинный рай, в состоянии света. Эти идеи, кстати, оказались очень привлекательны для различных христианских ересей и сект средних веков. Багомилов, Павликиан, Катаров, Альбигойцев. Против них церковь объявила нешуточную борьбу. Горели костры инквизиции. И было очень много людей уничтожено в Европе за принадлежность к таким орденам. Тем не менее, их идеи живы. И если уж не в организационном отношении, то в литературе, где-то в живописи. Они существовали и сейчас они переживают какой-то настоящий ренессанс. Все эти гностические идеи. Потому что они указывают на проблемы, с которыми сталкивается человек. Они говорят, что вы еще хотите. Вы живете в ужасном мире. Почему люди говорят, что так плохо живется, страдания кругом? Да как может быть иначе? Ведь это же мир создан сатаной. Поэтому надо обязательно отсюда как можно быстрее уходить. И использовать все для этого возможности. Или по возможности как-то пинать этот мир, чтобы он не казался таким прекрасным. На самом деле, здесь нет ничего прекрасного. Помимо гностицизма, существует еще такое направление, как герметизм. Оно развивалось примерно в ту же эпоху. Связано с именем Гермеса Трисмегиста. Гермеса Тридждевеличайшего. Это синкретическое божество, которое переплетает в себе образы бога Гермеса. Греческого бога торговли загробного мира, проводника душ. И египетского бога Тота, бога письма, мудрости, счета. И этому гермесу Трисмегисту принадлежит множество различных трактатов, наук каких-то. Включая такое собрание, так сказать, сочинение, как герметический корпус. Корпус херметикум, состоящий из примерно 15-16 трактатов, описывающих разные теологические вопросы. А также, так называемый, низкий герметизм. То есть, всевозможные трактаты по прикладным областям знаний, тип алхимии, астрологии, магии, медицине и так далее. В Европе Гермес, в отличие от гностика, воспринимался вполне хорошо. Христиане видели в герметизме какое-то преддверие их собственной веры. Считаю, что гермес жил задолго до Христа, в эпоху Моисея. И уже тогда был очень богочестивым каким-то жрецом, якобы. Поэтому в эпоху Ренессанса герметизм усилиями разных гуманистов очень активно распространялся по культурному ландшафту Запада. Защищались диссертации даже по герметизму. Какие-то мозаики даже лепились, тексты сочинялись. В общем, все это продолжалось примерно полтора-ста лет, пока в начале 17 века герметизм все-таки не был вынесен на обочину. Все-таки его, так сказать, раскололи. Выяснили, что никакой это не древний прообраз христианства. Это языческая вера, которая появляется где-то уже во II-III веке. Поэтому постепенно герметизм уходит в подполье и становится частью общеэзотерического мира, который существует и по сей день.